Ссылаясь на председателя Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая Шохрат Закира, кыргызский МИД заявил, что информация об этнических кыргызах в китайских лагерях перевоспитания не подтвердилась. Встреча Айдарбекова и Закира прошла в Урумчи 22 февраля во время официального визита главы кыргызского МИД в Китай. Об этом 23 февраля сообщило издание «Клуб». О содержании кыргызов в лагерях стало известно в ноябре прошлого года. Власти Кыргызстана отреагировали на это с осторожностью, сказав, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, следует тщательно проверить информацию. Между тем, в ноябре 2018 года радио «Свободная Азия» сообщило об аресте 300 жителей села Каиз Кызылсуйского кыргызского автономного округа Китая. Также Комитет по защите китайских кыргызов подтвердил данные о 50 тысячах этнических кыргызах в лагерях. Ранее об этом сообщили казахские активисты. Таким образом, становится очевидной зависимость кыргызских властей от китайских кредитов, влияние которых ощущается не только в экономических вопросах, но и в политических решениях. Напомним, что по данным ООН, более миллиона мусульман на сегодняшний день находятся в так называемых китайских лагерях перевоспитания, где, по словам очевидцев, их содержат в нечеловеческих условиях. Следует заметить, что Кыргызстан далеко не единственная мусульманская страна, власти которой оправдывают Китай в его преступных действиях в отношении мусульман. 22 февраля, находясь с визитом в Китае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман также поддержал Китай в его практике размещения миллионов мусульман в концлагерях. Китай имеет право проводить политику борьбы с терроризмом и экстремизмом для сохранения своей национальной безопасности, заявил он. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...